Уважаемые коллеги, мы с вами исчерпали всю нашу поездку, подошли к моменту, когда необходимо некий итог все-таки подвести. Во-первых, я хочу отметить, что очень важно, что наша сегодняшняя встреча состоялась, и спасибо большое организаторам за то, что подготовили такую повестку и нашли возможность в сетке такого важного форума профильных специалистов эту тему обсуждать. Мне представляется, что ее надо вообще еще больше обсуждать, и больше онкологов хотелось бы видеть в этом зале, потому что первый и главный человек, который начинает реабилитацию, это онколог. Это не кто-то другой, это онколог. И когда мы выстроим весь процесс, и именно онколог поймет, в какой момент ему нужны другие специалисты или другие знания, тогда у нас этот процесс и сдвинется. В нейрореабилитации мы уже эту фазу прошли, и сегодня на конгрессы по нейрореабилитации собираются две трети неврологов, а не физиотерапевтов и врачей лечебной физкультуры, которые традиционно на санаторно-курортном этапе по своей профессиональной деятельности занимались этими вопросами. Должна произойти консолидация знаний, умений и, главное, организация процесса. У нас очень много специалистов, технологий, которые мы сегодня уже можем предложить нашим пациентам. Огромное количество, если не все, за рубежом половины, может быть, нет того, что мы умеем и знаем, и можем применить. Но не организован процесс вообще никак. Никак. Мы все делим, фишки переставляем, на конференциях мы отчитываемся, ставим галку. Спрашиваю отчет у территории, есть ли у вас онкологическая реабилитация. Что вы думаете? 100% все отчитываются, что есть. И следом же звонят. А куда больного направить? Куда? В какое отделение? Дайте адрес, пожалуйста. И тут же тишина отправить, чтобы хороший был результат, чтобы своего родного пациента фактически некуда. Сегодня еще раз хочу закончить тем, что нам нужно, уважаемые коллеги, профессиональным сообществам собраться и, наконец, определить, что же будет такое медицинская реабилитация онкологического пациента и написать это на бумаге. Проголосовать, что все онкологи с этим согласны. Точка. Через год появились несогласия. Пересмотреть всегда мы можем. Порядки должны пересматриваться раз в 4 года. Заставляют просто, требуют. Клинические рекомендации могут пересматриваться ежегодно. Только успевайте. И по онкологической реабилитации у нас, по-моему, 4 всего клинические рекомендации, которые написаны. Но это же катастрофа. Как работать-то? Регламента-то нет. А коллеги, сегодня юридически оплата, организация, проверка и так далее любого лечебно-диагностического процесса – это какие документы? Это порядок оказания помощи и клинические рекомендации. Все. Никаких методичек и чего-то там еще юридически не считается. С 1 января этого года Росздравнадзор идет в федеральную библиотеку, берет оттуда клинические рекомендации и на объект. Берет историю болезни, открывает клинические рекомендации и смотрит. Тут написано это. А в истории болезни этого нет. Код ошибки. И никаких разговоров. В образовании обязательным при подтверждении квалификации является знание клинических рекомендаций по профилю. Сейчас все главные специалисты пишут вопросы из клинических рекомендаций. Это первое, а все остальное потом. Значит, у нас с вами на сегодня по факту отсутствует профессиональный нормативный документ, который определяет наше общение вообще в этом направлении, структурированное общение. Мы должны с вами этот регламент создать в области реабилитации онкологических пациентов. И должны уже проводить фактически на этом форуме все три дня можно было в этом зале с утра до вечера обсуждать только реабилитацию. И в конце уже проголосовать за некий протокол. Первое, считать первым этапом медицинской реабилитации то-то, то-то и то-то критерием, что он прошел такие-то инструменты, такие-то показатели этих инструментов. И кто это должен сделать? Все. С этим документом я иду в финансовый департамент, и мне считают, сколько это стоит, и отвечают на вопрос да-нет. Нет, сейчас мне не с чем пойти. И время проходит. Для того, чтобы нам... У нас, собственно, время-то определено. Да, я с этого сегодня начала, и это просто катастрофа на самом деле. Нам хоть что-то нужно успеть сделать, хоть какие-то аргументы. В этом году будет еще два конгресса, на которых мы с вами можем онкологическую реабилитацию обсуждать и должны. Это конец сентября, 27-28 сентября. Традиционно в рамках реабилитации санкур-лечения проходит секция онкореабилитации, которая вот Константин Викторович, Татьяна Юрьевна в прошлом году присоединилась. Я вас призываю, коллеги, сколько вам надо времени, мы дадим. Но, пожалуйста, на конгрессах непросто, мы очень рады всех видеть. Но нужны какие-то констатирующие части уже регламента. И следующий конгресс, 20-21 ноября, первый международный конгресс по физической и реабилитационной медицине в России, на который приедут отцы европейской реабилитации. Соответственно, и человек, который онкореабилитацию ведет, мы тоже постараемся привести для того, чтобы вот из первых уст, что называется, люди, которые стоят во главе написания европейских клинических рекомендаций, протоколов введения, образовательных программ для специалистов, всего-всего-всего, что вот за горло возьмите его и не выпускайте, если там своих не хватает. Но кумира в своем отечестве всегда не бывает, поэтому нужен обязательно еще кто-то, как экспертное сообщество. И это очень помогает. Вот Елена Валентиновна докладывала в пилотном проекте. Было очень сложно в Минздраве объяснить, а почему это вот такой протокол, а почему вот так вы составили, а почему протокол нейра – это 49 шкал, а инфарктный протокол – это всего 21 шкала. Просто организаторам здравоохранения, когда мы говорили, что у нас подписывали эти протоколы и согласовывали европейское профессиональное сообщество, потому что у нас еще специальности нет и направлений нет, все, вопрос тут же снимался. И юридически, юристы задавали вопросы, юридически это так, должен кто-то нести ответственность. Кто может нести ответственность? Тот, кто является специалистом. У нас специалистов нет, у нас пока это рассеянная такая вот сфера ответственности. В этом году специальность будет принята – поручение президента. Профессиональный стандарт на сайте, Союз реабилитологов, Минтруда, на всех сайтах, на каких это возможно, пожалуйста, посмотрите, потому что онкореабилитолог тоже должен будет случиться. Поэтому, пожалуйста, смотрите, кому какие знания нужно будет добирать к тем знаниям, которые сегодня у нас есть, чтобы у нас вот это вот растаскивание по разным направлениям уже начинало, как сказать, подходить к концу. И консолидированное представление о процессе было. Что нужно начать уже вчера? Это подготовку кадров, коллеги. Кадры надо учить. И учить их там, где люди понимают, о чем говорят. Поэтому, допустим, по кардиологии у нас есть конкретные адреса, где можно и нужно учить в нашей стране. По неврологии у нас есть эти адреса. Я очень хочу получить эти адреса, в том числе вузы, НИИ, может быть, клиники, в которых есть эти отделения, как Татьяна Ивановна Грушина сегодня представляла. Понятно, что там есть чему учиться, значит, для одинакового понимания все первоначально, кто будет сеять доброе и вечное, должны получить знания из перечисленных и утвержденных профессиональным сообществом адресов. Чтобы потом все одинаково. А не было такого, что, а я думаю, не так, а вот мне там по-другому преподавали, а вот это мнение Москвы, вот это мнение Санкт-Петербурга, так мы никуда не уедем. Почему? А еще у Казани есть свое мнение, у Красноярска три целых мнения есть. А денежки нам нужно получить из одного источника фонда, обязательно медицинского страхования, для которого наши разногласия, ну вы можете говорить, а я тогда эти денежки пока в другую сторону. У нас проблем в здравоохранении много. Понимаете? И времени нет. Поэтому давайте мы с вами как можно быстрее будем на профессиональных всевозможных конференциях, в режиме онлайн, как угодно эти вопросы обсуждать. И вот, может быть, уже в сентябре секционные заседания по онкореабилитации в этом ключе как раз и пройдут. Не докладывать, вернее, не только докладывать, а такой технологии появившейся, у нас еще другой технологии появившейся. А отвечать на вопрос, эта появившаяся технология сегодня в ОМС входит? И почему нет, если она такая эффективная? Давайте так. Потому что у нас, посмотрите, сколько методов. Мне сегодня задают вопрос. У нас, допустим, мы включили по нейрореабилитации 45 методик одной физиотерапии. 45 методик, которые обсуждаются в стандарте. Мне фонд говорит, а я не могу столько оплачивать. Вы мне, пожалуйста, что-нибудь выберете? А как выбрать? Научное исследование, доказательная база, степень доказательности. Где у нас это? Где эти библиодосье? Мы сегодня в докладах видели много-много-много перечислений. Кто подпишется своей рукой на то, чтобы методы, государственные деньги были выделены на включение импульсного магнитного поля в лечении онкологических пациентов? Потому что потом спрашивают, кто это сюда включил? Понимаете? Профессиональное сообщество должно. Кто за? Кто против? Это для прокурора, коллеги, в том числе. А по закону только всероссийские мероприятия. По северо-западу даже мы не можем собраться и проголосовать. Это будет нелегитимно. Только всероссийские мероприятия. Конгресс раз в два года. За два года до канадской границы успеем сбегать несколько раз. Поэтому нужно вот сейчас консолидировано, особенно ведущим нашим научным учреждениям в области онкологии, подойти к решению этого вопроса. Нужно просто взять на себя решение этих вопросов во главе с специалистами, которые этим вопросом занимаются. И мы их все прекрасно знаем. И сидят они в том числе в этом президенте. Поэтому я очень прошу всех этим заняться. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.